Здравствуйте! Как сохранить эластичность кожи при резком похудении? Благодарю. А она у вас точно была очень эластичной? Здравствуйте, Светлана Алексеева. Потому что, вообще, когда сразу мне спрашивают, как сохранить здоровье, спрашивают люди, ну не вы, а вот совсем с отсутствием этого здоровья. Что вы собираетесь сохранять? Вот, надо просто разбираться, как вы вообще родились нездоровыми, и как вы дальше падали, уходили от этого здоровья подальше, да? Вот, ну хорошо, при резком похудении. Ну, во-первых, похудение, что здесь вы имеете в виду? Резкий сброс шлаков, резкое избавление от отеков. И остаются вот эти складки какие-то, да? Ну, явно здесь нужно работать будет, например, различными массажными техниками. Да, я просто слышал об этом, как это все отрабатывается. И Божьев здесь рассказывает какие-то там, как это работать. Вот эти, и надо просто разобраться, что там за резкое похудение, потому что оно на онкологии бывает, а бывает, например, на, там, не знаю, на чистке, например, даже по огоням, да? То есть, пожалуйста. И я вообще стараюсь, конечно, чтобы очень резко все не было, потому что человеку может поплохеть, да? Но вообще иногда некоторые вещи достаточно легко сходят, и человек как бы, ну, как легко, понимаете? Там сходят, а вместе с этим уходят минералы очень активно, например. И поднакапливаются какие-то, скажем, выбросы. И потом человек резко это все останавливает вовремя, либо не успевает остановить, и оказывается в больничке. Поэтому там как бы надо смотреть вообще, что происходит у этого человека. Поэтому давайте как бы без каких... Да, а вы думаете здесь о коже. Ну, конечно, это напоминает суицид женщин до революции. Это было там в эпоху Серебряного века, чтобы газом, по-моему, да, выхлопными газами, чтобы выглядеть красиво в гробу. Поэтому сохранить... Надо смотреть... Ну, здесь придется механически помогать. Трофику надо восстанавливать. Убирать лимфостаз, веностаз. И препаратами работать. Ну, вообще, по основному-то это отрабатывается прежде всего по внутренним, да, органам. Ну, и тепловые процедуры здесь. Все это будет способствовать вот улучшению. Еще раз я сегодня на вебинаре вот показал эти все спазмы, капилляры, да. Все это отрабатывается, и наших четырех ножки стулов помогут обязательно. Говорят, что ничего страшного, все оно потом разгладится. Все-таки организм работает в себя. Но тут сразу скажут, ну, клетки все обновляются. Да, да, только опять, в какой среде это все происходит, с каким управлением? Управление нарушено информационное, и все идем. Там отеки, спазмы, вены, капилляры, санация, все нарушено, среда мерзкая, закисленная. И в этой среде вы собираетесь обновиться. Ну, давайте. Вот, ну, мы уже на эту тему все говорили. Поэтому выходим из хронически отравленного состояния. Тогда это процессы будут лучше идти. Продолжение следует... Продолжение следует...